Hello, ребят! Поговорим сегодня о фразовых глаголах. Это важная и непростая тема, которая триггерит однозначно всех, кто учит английский язык. Если вы такой, то не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Сегодня я расскажу вам о том, как быстро и эффективно учить сразу много фразовых глаголов, а главное, даже если вы встретите незнакомый фразовый глагол в тексте, это знание, которым я поделюсь сегодня, поможет вам без проблем перевести правильно фразовый глагол в тексте и не допустить ошибки на экзамене или в целом разобраться в контексте. Неважно, аудирование, любого текста, грамматического задания. Так что, слушаем! Начну с того, что же такое фразовый глагол. Фразовый глагол — это небольшой, короткий, многозначный глагол, к примеру, get, go или do, у него просто миллион значений, плюс частица, либо предлог, который добавляет определенного значения. И хочу сказать сразу, что у одного фразового глагола в зависимости от контекста может быть просто миллион значений. И как разобраться, что именно подходит, вот вопрос. А вот и совет. Ориентируйтесь на значение предлога. То есть изучайте значения самих предлогов и частиц, которые добавляются к многозначным глаголам. Вы спросите, почему? В чем суть? Ведь, может быть, легче выучить значение глагола и потом уже думать, ну, какое значение добавляет тот или иной предлог или частица. Но все дело в том, что у глагола гораздо больше значений, чем у предлога. А предлог играет большую роль для фразового глагола. Давайте я приведу примеры на топике home. Это один из топиков для подготовки кига по английскому языку. Мы с вами выучим и разберем несколько фразовых глаголов, которые очень понадобятся вам на экзамене. Разберем несколько значений самых распространенных предлогов и частиц, которые добавляются к фразовым глаголам. Например, Начнем с in. Предлог in имеет значение в, внутри, как предлог места, да, находиться в каком-то пространстве. А также, если мы говорим о контексте движения, да, то имеет значение внести что-то, переехать, въехать, возможно, в квартиру, а также установить оборудование. Ну, к примеру, если это сантехника или какие-то кухонные приборы, то мы как бы встраиваем их внутрь, да, правильно, да? Ну, тот же смеситель, например, то есть кран, другими словами, он как бы встроен, внутрь вставляем. Смекайте, да? Поехали дальше. Переходим еще к одному распространенному предлогу он. Конечно же, первое его значение, это когда находится что-то на поверхности. То есть, если мы положим что-то на поверхность, конечно же, мы добавим он. Также он имеет значение включить что-либо, да? Turn on, switch on. Противоположным значением, конечно же, будет off, да, выключить. Turn on, включить какой-то прибор, например. Turn off, выключить. И переходим сразу к слову off. Off, как мы уже выяснили, имеет значение выключить, одно из его значений выключать что-то. Switch off, turn off. А еще также имеет значение движение от себя, да, от. Например, take off your clothes, да, снять одежду, да. Или take off the coat, да, снять пальто. То есть, другими словами, как бы от себя отодвинуть этот предмет одежды. Следующий на очереди up. И помимо прямого значения вверх, также up имеет значение завершенного процесса. Например, что-то отремонтировать. Do something up. Или убраться, то есть завершить процесс уборки. Все, все убрать, все, чтобы было чисто, да. Clean up. Завершенный какой-то процесс. И завершаем наш список out. Out имеет значение движение откуда-то изнутри наружу. То есть, что-то выкинуть, выбросить, да, например, что-то ненужное. Или, к примеру, выезд, переезд из квартиры. То есть, опять же, из какого-то помещения, условно, когда мы выезжаем из квартиры, выезжаем, покидаем что-то. Движение изнутри наружу. А теперь вы готовы попрактиковаться? Потому что сейчас я предложу вам выполнить задание и догадаться, какую именно частицу или предлог нужно вставить, исходя из той информации, которую вы получили. Потренируйте вашу лингвистическую догадку. Она вам очень поможет на экзамене. Перед вами на экране задание. Текст с пропусками. Необходимо вставить недостающие предлоги и частицы, которые вы видите в списке. Я буду читать текст вслух, а вы попробуйте сначала догадаться о том, что же нужно поставить, а потом вы сможете свериться с ответами. Поехали. Мы купили квартиру. То есть, подсказываю вам контекст переводом. То есть, предыдущие владельцы оставили квартиру, покинули ее в полном беспорядке. Когда выехали оттуда. И если вы догадались, что нужно использовать out, moved out, то вы абсолютно правы. Что добавим? Какую частицу? То есть, убраться. Нужно было полностью все убрать. The mess. Нужно было прибраться. Убрать беспорядок. Конечно же, clean up the mess. Читаем дальше. We must have thrown several tons of rubbish. То есть, из помещения убрали наружу какое-то количество предметов, хлама, мусора. Конечно же, нужно добавить out. We must have thrown out several tons of rubbish. The electricity had been switched. И чтобы понять, что было с электричеством, было оно включено или выключено, давайте прочитаем дальше. Because they hadn't paid the bills. To pay the bills значит оплатить счет. Потому что они не оплатили счета. Соответственно, электричества не было. Если мы не плазим за него, то его нет. То есть, электричество было выключено. Да, какое слово добавляет значение выключить? Конечно же, off. The electricity had been switched off. Because they hadn't paid the bills. We had to pay everything. And then it was switched again. Ну и логично, если мы заплатили за электричество, то нам его включили. В значении вкл, конечно же, добавляет нам on. It was switched on. The flat also needed doing. И далее нужно подумать. В чем еще нуждалась эта квартира? Конечно же, в ремонте. Раз там был такой хлам и бардак, то нужен был ремонт. Значит, в значении ремонтировать как раз-таки мы добавляем up. Do something up. Это как раз-таки имеет значение ремонта, ремонтировать. The flat also needed doing up. Следующее предложение. We painted the walls and put new bathroom fittings. Какой контекст? Мы покрасили стены и установили новую сантехнику. Bathroom fittings. Сантехнику. То есть какое-то оборудование сантехническое. Устанавливать что-то. То есть внедрять. Ну, скорее всего, куда-нибудь вкручивать, прикручивать. Значит, мы добавляем in. Put in new bathroom fittings. И последнее предложение. И нам, конечно же, наконец удалось, когда мы все это сделали, въехать в квартиру, внутрь, в помещение. Конечно же, добавляем in. Then we were finally able to move in. Ну что, ребят, вот такая практика. По этому принципу можно выучить очень много фразовых глаголов. Конечно же, их нужно учить в контексте, потому что если вы просто будете учить списком, то это будет малоэффективно. Поэтому здесь я, конечно же, могу в первую очередь порекомендовать вам заниматься на годовом курсе Грэмми, где мы проходим абсолютно все топики и все необходимые фразовые глаголы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Но я добавила небольшой, но очень ценный список фразовых глаголов с примерами, с контекстом в описании к этому видео. Обязательно посмотрите его, пользуйтесь на здоровье и жду вас на своих занятиях. Увидимся! Продолжение следует...